Внезапно обрушившаяся стихия нанесла существенный ущерб экономике нашей страны. По этому поводу я вас сегодня собрал. Хотелось бы послушать, что делается на местах для ликвидации последствий этой стихии. Начнем с города Гадра. К сожалению, во время шторма вчера погиб турист 79-го года с города Саратов. Несмотря на то, что управление по курорту туризма администрации Гагарского района и сотрудники МЧС по Гагарскому району проводятся работы. И вчера и сегодня работники выходят на набережную, на пляж, предупреждают как местное население, так и прибывших к нам на отдых туристов, хозяевов, владельцев набережных, выносной торговли, кафе, заведений о том, что стоит уделить особое внимание на то, чтобы не допустить людей к воде. Несмотря на это, за всеми не углядеть, у нас получилось так, что один человек утонул. Сегодня с утра также поступила информация, работники МЧС отреагировали, спасли девушку от шторма, не дали утонуть. Что касается именно повреждений, были повреждены две крыши. Это проспект Ардзимба, 135, упал большой эвкалипт, и он повредил крышу. Крыша составляет 145 квадратных метров. По предварительным подсчетам, сумма для восстановления данной крыши около 800 тысяч. Вторая крыша, которая была повреждена от ветра, она сама по себе была ветхой, это тоже частное домовладение по улице русских добровольцев. Эту крышу тоже осмотрели, по предварительным подсчетам, это около 800 тысяч для того, чтобы восстановить ее. Имели место частичные повреждения линий электроподачи, они были решены еще вчера. После того, как было отключение и пошла подача электроэнергии, произошло возгорание трех трансформаторных подстанций. Подача электричества возоблена, но силами филиала РУП «Черноморенерго» сегодня также ведут восстановительные работы именно по трансформаторам. Хотелось бы отметить, что Цандрыбшская зона, можно сказать, фактически не пострадала. В верхние села, это Келрыбш и Сулево, имеются домовладения, это около двух-трех домовладений по каждому селу, где оползневые участки, они в принципе, когда паводки, обильные дожди, там эта проблема существует. Но в дома зашли оползневые потоки, так скажем, и нанесли тоже ущерб селами, вернее, главами данных поселков также было отреагировано. Сегодня все это заактировано, все это будет восстанавливаться за счет районных средств. Мы восстановление крыш берем на себя и также в селах примем большое участие. Это есть там, где реки вышли из своих русел, так скажем, и они повредили некие участки дорог. Это тоже сейчас все просчитывается. То же самое сделаем за свой счет. И что касается именно деревьев, которые у нас обрушились непрерывным ветром, которые были повалены, это все эвкалипты, они живые, эвкалипты не ветхие, но, исходя из того, что был сильный ветер, наверное, корневая система, она не выдержала, они обрушились. Шесть больших деревьев в городе Гагра упало. Была пострадала одна машина, это местный житель, он почему-то не дождался наших работников, с места, так скажем, происшествия он ушел. Но, я думаю, мы тоже его увидим, обязательно узнаем, какую помощь можем ему также оказать. Что касается линии ЖКХ, высотные дома, секционные дома у нас не пострадали, я имею в виду именно крыши. Проблема возникла с большинством подвальных помещений в этих высотках, а именно получилось так, что вода начала прибывать и подниматься начал уровень до щитовых, что могло сулить замыканием. Некоторые дома были отключены, помпами откачивается вода сейчас в этих подвальных помещениях. Понятно. Вы сказали, что снесло крыши в двух домах, так я понимаю? Одну снесло от ветра, другой пострадал от падения эвкалипта. То, что снесло от ветра, это 140 квадратных метров, примерно. Оценили во что вы? В 800 тысяч. Абхазстрой, Тванба. Сколько стоит заменить крышу? Один квадратный метр. Сегодня. По обращению подсчета, 3,5 тысячи рублей на один квадратный метр. Это стоимость материала, цен, стропил, лесов и все остальное. Готовая продукция, 3,5 тысячи рублей, примерно. Услышали, да? 140 умножить на 3,5, на 4, получится немножко меньше. 770 рублей, квадратный метр в прошлом села, сегодня стоит 20. По Гудаутскому району сегодня в связи с стихийным бедствием пострадало 46 домовладений. Это из них секционные три дома. У нас получается частично сорвана крыша, это девятиэтажка. Девятиэтажное здание, пятиэтажное здание, где сорваны крыши и частное домовладение. Очень большой урон нанесен в селе Чандара, село Лыхны. По 6, по 7 частных домовладений. Создан оперативный штаб. Разбираемся на местах, выезжаем на место. С подачи электроэнергии, частично в городе есть электроэнергия, частично по селам, где есть, где нет, электрики занимаются. Службы все уже КХ задействованы, работают. Парковая зона в городе, убирают. Парковая зона в городе, убирают. И мы не можем, если даже не готовы уже подать от подстанции, мы не можем включать, пока не убедимся, что параллельно работаем, ведется и очистка. Пока не убедимся, что эта сеть подлежит к подключению, может, чек-то это не в частных случаях. Работа ведется везде, просто насколько хватает сил. Мы на этой неделе подведем некоторые итоги, наверное, тогда будет более подробно вырысована картина, о каких деньгах идет речь. И уже до конца недели мы должны четко знать, какие работы будут выполнены и что у нас останется на следующей неделе, если что-то вообще останется. Это я называю вам щадящие сроки. Повреждены крыши на четырех домостроениях полностью, остальные от 50%, 30%, на одном доме 70%. Но квадратные метры рассчитываются. Предполагаем, что это где-то 1013 квадратных метров выйдет. 12-13 тысяч, не должно быть больше. В настоящий момент под риском подтопления в случае дождя 22 дома. На пяти из них ведутся работы. На двух сейчас завершается. И к вечеру будут еще из пяти бригад, две бригады перейдут на новые объекты. Новые объекты, в смысле те, которые пострадали. Материал для того, чтобы временно обезопасить эти домостроения, он имеется. Мы его нашли здесь в городе. Бригады работают. Нам Абхострой помог тоже бригадой по новому району. Сложность заключается, на самом деле, по подъему строительного материала на самый верх. Приходится в тех домах, которые были под риском затопления, там отключить электричество. Значит, там даже, где были бы лифты, этих лифтов тоже нет фактически, не работают. Приходится поднимать вручную. Есть сложности. Значит, что касается частного сектора, подсчеты ведутся. Часть дня мы провели оперативный штаб. Те задания, которые давались со вчерашнего дня на оперштаб, они, ну, практически на 70-80% выполнены. Это очищенные дороги, проезжая часть, она была заблокирована, как и республиканские, так и внутренние дороги. Троллейбусные линии очень сильно пострадали. На сегодняшний день у нас информация 28 опор под троллейбусы повреждены. Значит, скорее всего, нам не придется, я вот сегодня, когда мы ездили, докладывал о том, что придется менять. Мы нашли в другом месте столбы, которые были заменены в свое время. Единственная работа СОЭС, если сможет перебросить от старых опор на новые опоры своей линии электропередач, то эти опоры мы используем для того, чтобы заменить. То есть существенно может сократиться время восстановления. Значит, в настоящий момент, если уже доканчивать вопрос по троллейбусам, восстановительные работы ведутся по Кудорскому шоссе на Маяке, работы завершены. Вот, значит, ну, вращаются дороги, восстанавливается уличное освещение. Вот, еще раз повторюсь, по тем домам, где отдельно, даже, допустим, если электроснабжение подано, допустим, в основной части города, если исключить центральную часть, тоже скажу, когда, то, значит, в этих домах, где отключен свет, там он отключен только из-за того, что есть риски потопления, вдруг, значит, риски замыкания. Что касается обеспечения, значит, электричеством, у нас из густонаселенных остается пока старый поселок. Вот, частично подали, процентов на 30, наверное, да, остальные пока федера ремонтируются в данный момент. Надеемся, что к вечеру где-то к 20.00, это по максимуму, может быть и раньше, подача электричества туда возобновится. Центральная часть Сухума, от Иналы до Красного моста, в настоящий момент света нет, линия ЭПИД, она сейчас восстанавливается, через полтора-два часа она будет восстановлена, может быть, раньше, будет тоже свет. На улице Чанба, Турбазы практически свет есть, в Новом районе еще вчера было восстановлено, было подано электричество. Ситуация, на самом деле, сложная, сил городских не хватает, мы попросили Министерство обороны, МЧС, нам помогают, и все вместе, ну, насколько это возможно было на эту минуту, идет работа сложная. Вы сказали, по предварительным расчетам, примерно около 13.000 квадратных метров кровли нужно будет восстанавливать. Я так правильно воспринимаю, да? 13.000 квадратных метров. Это один дом многоквартирный, в среднем, какие размеры, РФА? Ну, где-то от 1000 до 2000 квадратных метров. Самая большая проблема у нас с лесом. Вот то, что он озвучивает цифры, если мы все со всех наших складов соберем, на 1000 квадратов, может, наберем, больше нет, а в Хабхаде сегодня лес. Я все обошел сегодня. Единственное выходное, потом я предложу, наверное, есть сочинский поставщик, наш постоянный. Он на 2-3 тысячи ниже предлагает с привозом с удачей местной торгующей организации. Надо будет решать к ним вопрос. Медучреждение хотел бы тоже добавить. Республиканская больница работает, подано электричество, инфекционная работает. Вторая городская больница, она пока еще не запитана, но там есть дизельный генератор на самые необходимые вещи. Он не полностью обеспечивает, но частично. То есть, пока этот вопрос обещают до конца дня решить сегодня. Без электроснабжения остаются следующие села. Это Дзигута, Верхняя Ширя, Гумиста. Остальные села частично запитаны. Но нет села, в которых 100% налажено энергоснабжение. Работа очень сложная. Местность, рельеф, сами знаем, какая большая часть трасс проходят через леса. По домоводениям, пострадавшим на сегодняшний день числятся 19 домоводений. Из них одна многоквартирная пятиэтажное здание в селе Шера, улица Братьево-Изубая, дом 6. Общая квадратура кровли порядка 280 квадратных метров. 18 частных домоводений. Из них у четырех домов 100% на сегодняшний день отсутствует крыша, как таковая. Остальные частично от 50 разного уровня урон нанесен. Вчера, начиная с 7 часов вечера, большую помощь нам оказали сотрудники МЧС. К вечеру к 12 часам все дороги были расчищены. Более 70 деревьев были свалены на трассу. В основном это трасса аэропортская, которую практически невозможно было заметить. Но к вечеру все дороги, где проходит транспортная магистраль, были расчищены. Это в основном благодаря службе МЧС, которая у нас дислоцируется, и наши все сотрудники подключились. 13 домовладений частного сектора был нанесен ущерб крышам. То разного порядка. Одна единственная крыша, которая полностью была снесена в частном доме. Мы вчера также к 12 вечера пригласили наших коммерсантов, вы знаете, садзбовцы, они приехали вечером, открыли склады. Мы взяли палатки, все дома полностью были перекрыты этими палатками, где потребовалось. Где были палатки сельские, мы сельскими палатками перекрыли. Удалось сделать так, чтобы ущерб, кроме крыши, имеется в виду инвентарю и мебели, не нанесен. Сегодня уже погода открылась, надеюсь, проще будет справляться. По предварительным подсчетам, это порядка чуть больше тысячи квадратных метров, наверное, крыш у нас в районе необходимо будет поменять. Помимо частного сектора, у нас пострадали 4 многоэтажных дома, 2 дома репатриации. В одном доме еще заселения не было, он еще не принят в эксплуатацию, новый дом, крышу полностью снесло. Во втором доме, это уже давно там живут репатрианты, процентов 10, наверное, сорвало крышу. Но там также вчера Вадим Харази выезжал, взяли, накрыли палатками. Сегодня, я думаю, они сегодня его приведут в порядок, там необходимости вмешиваться, наверное, не будет. А тот дом, который полностью снесло, там проблема. Также в Кацикатской школе процентов 30 шифера переломало. Там шифер старый, еще довоенный, у него шаг совершенно другой. Я даже не знаю, как его будут укладывать, это на строители посмотрят, когда приедут. Вот такая ситуация у нас. Что касается энергетики, у нас не столько даже энергетика, сколько проблема с водой. Так как Мерхиульская насосная не может работать, воду туда еще не подпитались, со вчерашнего дня воды нету. Но, как докладывают энергетики, несколько раз они пытались включить, но к вечеру они, скорее всего, подключат эту подстанцию, и вода будет подана. Это там, где необходима силовая подача воды, это в основном. Со вчерашнего дня свет был в Агудзерах, сегодня уже был частично в Дранду подан, в Нижний Пщаб подан. В ряде сел то включают, то выключают, потому как начинает коротить земля, и выходят все, три бригады сегодня работают. По их предположениям, сегодня к вечеру свет будет подан во всем районе. Так, по крайней мере, надеются. Больница работает, потому что со вчерашнего вечера был свет подан в Агудзеру, и не выключали в Агудзеру, и не выключали свет. В Агудзерах практически ущерб никакой не нанесла стихия, ни одному дому там не помешал. Как-то он частично, в основном прошелся по Каштаку, по Дранде, в верхней части тоже Шаумяновка села, верхние села не пострадали. Это в основном в Арче, вот две девятиэтажки в Арчах, но они там, у них плоская крыша была заливная, после войны шифером перекрывали, вот там, как говорят, поднялись наверх, посмотрели, по 15 листов как-то вот переворошило, видно и покрыто было как-то, не знаю, как это так получилось. Вообще, если бы можно такое внести, нам бы, наверное, удобнее было, вот одну сторону дома сорвало, там 15 листов. Если сегодня дать 15 листов и дать необходимый материал, в селах есть специалисты, которые, наверное, сами смогли бы. Ну, наверное, будет комиссия республиканская, мы бы тоже вместе проехались, мы бы посмотрели бы. Если материалам людям помочь, они самостоятельно перекрыли бы эти крыши. Другое дело, те многоэтажные дома и школа, там, наверное, уже нужно вмешательство строителей. Значит, на сегодняшний момент известно о повреждении 12 жилых домов. Это села Атара, Гуада, Отап, Кутол, Тамш, Чгарда и один дом в Чамчирах. Ну, то, что касается республиканской трассы Псово-Ингур, были повалены деревья, но вчера селами МЧС, конечно же, большое им спасибо. И населению особенно оказали такую помощь. Все вышли, вычистили дороги, все чисто как. Подача электроэнергии, 12 сел у нас остаются без света, но частично, где нет полностью света, где полсела есть свет, полсела нет. Но информация постепенно меняется, потому что Черноморэнерго работает, ребята. И они все время докладывают раные результаты. На вчерашний день было хуже, ситуация сегодня уже улучшилась. Больница со светом, но у нас с больницей тоже там проблема. Дизель-электростанцию нужно ставить, свою автономную, потому что ввиду вот такой вот форс-мажорной ситуации, без света вся больница остается. На сегодняшний день город Туполчал и район от вчерашней стихии небесы не пострадал. В принципе, четыре деревья упали у нас по дороге Туполчал, по селу Туполчал. Вчера все службы оперативно сработали и были расчищены дороги. А подача электроэнергии повредила электроэнергии. Вчера в течение полтора часа уже было подано свет. То есть на сегодняшний день город Туполчал, свет в районах только в Ухуме и Бегиду, там столбы меняют. До вечера, я уверен, до вечера они справятся и свет подойдут. В Бугальском районе, наименее всего пострадал район, стихийное бедствие. В селах Абаркет, Махуинжа, Шишиквара, Батайгуара, Хаштабгоура были небольшие, по два, по три дерева, дома не пострадали. В селе Хятсха на старое общежитие упало дерево. Там проживали два человека, Колбаев, Себен, Рычавадзе, я не важно. И данный случай является единичным. Практически все линии электропередач, которые были сорваны, пострадал фидер номер один, номер пятый, номер седьмой, восьмой. Все были восстановлены, электропередачи все в стабильном состоянии. Вера Костинчич, как обстоят дела? Зачем можем помочь, как звонок поступил с нового фона? Там на самом деле много деревьев повалило. Мы в три часа уже дополнительно договорились о уборке и распил остальных деревьев, которые еще не упали, но они в опасном таком ситуации. В любое время мы могли, малейший ветер упасть. Поэтому после трех часов как раз здесь, в Сухуми, началось. Мы начали по дороге, они уже начали очищать дороги, где повалено. Основной удар мы сделали именно с пляжа, где Мокопляж, и до Киласурского моста. Там невозможно было не проехать. Но мы быстро, в течение двух часов освободили дорогу, работа была выполнена. Потом мы уже сами без звонков ездили, где особо сложные места. Ну, в 5.30 поступил сигнал, что кто-то на русле реки Киласур, человек тонет. Мы, я туда в том числе выехал утром, но шторм был около трех баллов. К сожалению, и катер выгнали, несмотря на то, что были сложности, но ничего не могли решить. Личность не установлена, так и мы не нашли. Утонул, да. Никто к нам не обращался после того, хотя там было по рассказам очевидцев, что женщина, но никакого обращения нет. Личность не установлена. По Гагринскому району, касаемо дыхающих, было сказано, что там на самом деле за сегодняшний день уже троих вытащили. Вот. В силуации человек случайно упал в речку и, к сожалению, погиб, но тело найдено. Вот. Ну, основной сейчас мы проработали в обезьянный питомник. Там на самом деле ситуация очень сложная. Много деревьев упало, в том числе и несколько обезьян вышли из клеток. Ну, в принципе, там работу уже завершают, но в дальнейшем там еще надо будет поработать. Рынок, там тоже в ангар, где автозапчасти, там работают. Сейчас уже завершили. В парк Курченко сейчас ведется работа. Ну, и где какие моменты, ну, за звонки поступают, мы немедленно выезжаем. Сейчас в Аджубжах работают, тоже женщина звонила. Там час дома и на кладбище упало дерево. И, ну, в принципе, все службы приведены в усыненном режиме. Все у нас есть. Немножко с топлива я письмо написал. Корючевания немного не хватает. С тюрьмы звонили, там нет воды. Тоже будем сейчас смотреть обеспечение. То есть мы работаем, у нас столько, сколько позволяет время. Но допоздна все необходимые для этого есть. У нас дополнительно мы взяли еще пилы на всякий случай. То есть все для этого есть. Ребята готовы и работают. Город был парализован, блокирован, можно так сказать. Вот в течение часа усилиями сотрудников администрации, а также МЧС, милиции, сотрудников Черноморья Нерго, город был в течение часа разблокирован. Многоквартирные дома не пострадали, частные не пострадали. На две машины упали деревья. На машины туристов собраны соответствующие материалы, заактированы. В городе Новый Афон было повалено порядка 50 деревьев. Было перекрыто движение автотранспортно. Совместными усилиями городских служб и жителей города МЧС на данный момент движение восстановлено. По предварительным данным сотрудников участка Будоутской электросети были выявлены повреждения разного характера. Наибольший ущерб нанесен уличному освещению. В результате обрыва линий электропередач подача электроэнергии в городе была прекращена. На данный момент по итогам ремонта восстановительных работ, проведенных специалистами, подача электроэнергии частично восстановлена. Основные работы еще ведутся. По улицам курортной повреждены 4 опоры и 2 линии электросетей. Также оборваны линии в районе гостиничных объектов по улице Водопадная. По всему городу оборваны линии уличного освещения, повреждены интернет-линии. Ветром частично сорваны кровли в 5 частных домовладениях, в 3 гостиничных объектах и на одном торговом объекте. И трансформаторная подстанция. Сразу связался со всеми руководителями лечебных учреждений. По Гудоудскому ковидному госпиталю дизель-генератор работал. Все прошло в штатном режиме. По республиканской больнице также включился дизель-генератор. Проблем с этим не было. Дальше, когда только была подача электричества, там были проблемы. Связывался с Тимуром Ивановичем, Джинджолес, СУЭС, но в последующем проблема была решена. Также по другим лечебным учреждениям все штатно. На данный момент все лечебные учреждения работают. А есть лечебные учреждения, если люди не имеют приоритет? Есть. Значит, Ачимчирская больница, вот мы вчера как раз с Бесланом Владимировичем там были, вчера на данный момент, вчера, вернее, запускалась кислородная станция, больница была обесточена, но кислород больные получили. Во второй больнице тоже стоит дизель-генератор, но небольшой мощности, поэтому там не всегда хватает мощности на вторую горбольницу. Сегодня разговаривал с утра в 9 часов со всеми главными врачами. Есть действительно сложности, но там, где стоят большие мощности, генераторы, там проблем нет. Мы сразу незамедлительно, после того, как мы поняли объем поражения, как говорится, мы незамедлительно начали докупать и довозить топливо, так как эта проблема, мы понимали, что не решится за несколько часов. Поэтому резерв топлива был незамедлительно подвезен и дизель-генератор работал штатно. Единственное, сразу хочу сказать, что мы усилили дополнительными постами и место хранения вакцин, так как вакцины хранятся при минусовой температуре. Дизель-генератор также штатно был запущен, он работал, вот я связывался незамедлительно с Левом Константиновичем, по поводу того, что если даже не произойдет какая-то ситуация со сбоем дизель-генератора, мы вот с Леонкой Константиновичем договорились, что незамедлительно будет доставлен другой дизель-генератор для того, чтобы наши морозильные установки были также включены по резервной схеме. Но не потребовалось, к утру подали электричество, все условия хранения вакцин соблюдены незамедлительно, там присутствовали люди, и они дежурили до утра. На самом деле, Ресвулиганский штаб создавать нет смысла, достаточно аппарата. Вчерашний день показал, что главы администрации на местах смогли организовать эту работу. Сейчас остается одно, никто из них об этом не сказал, финансовая нагрузка на все районы для них очень тяжелая. Ни один район самостоятельно ничего не сможет сделать. Разве что даже если город Сухум будет пытаться из своих средств, но это невозможно. Потому что те цены, которые сегодня установились на рынке металла, на рынке делового леса, они практически в два раза превышают цены, которые были еще несколько месяцев назад. И эта информация предварительная, если 95 частных домовладений и 57 высотных домов, это так, средняя цена, около 5 миллионов будет большой высотный дом. Хотим мы этого или нет? Да, мы выведем квадратуру, и вот 3,5 тысяч, да, примерно 4, так, и там входит. Только по городу Сухума, если 12 тысяч, это получается около 50 миллионов, только по Сухуму, так? Конечно, и то это предварительно. И тут все пока в пользу уменьшения идет разговор. Все придется, к сожалению, там и до просхода, и степень ущерба крышам еще до конца не установлен. Это вот первое. Второе. Трудности связаны с тем, что, к сожалению, сил, которые могут единовременно встать на крыше высотных домов и проводить работы, у нас практически нет. Ни в городе Сухуми, ни в одном районе. То есть нам придется делать по степени повреждений. Ну, вставлю в известность коллег, если вы не возражаете, то мы сегодняшние ваши еще неполные отчеты заберем. На основании этого сделаем общую сводную ведомость и уже будем завозить и металл, и деловой лес. Даже под честное слово придется это делать, на самом деле. Потому что пока будут заключены контракты, и пока все процедуры пройдут согласования, у нас к имеющимся проблемам могут добавиться новые проблемы. Это то, что касается крыш. То, что касается энергетики, там ситуация по составлению документов еще сложнее. Им, если до конца недели, как вы сказали, основную часть работы они смогут сделать, это хорошо. Но с поставками необходимого оборудования, с поставками материалов там еще сложнее. Самое ближайшее место, где что-то может быть, это город Краснодар. И то по номенклатуре вряд ли там будет больше 20-30% того, что нам понадобится. В этом нам надо оказать Черномороэнергию большую помощь. То, что касается генераторов, Аслан Георгиевич, проще нам сказать, где генераторы, которые имеют соответствующий объем, достаточный для функционирования лечебного учреждения, где они есть, чем их нет. У нас такие генераторы есть в Республиканской больнице и в роддоме. Даже в Гудаутском ковидном госпитале имеющийся генератор, он недостаточен для стопроцентного обслуживания этого объекта. Это отдельная тема, очень дорогая. Может быть, мы к ней сможем вернуться через какое-то время, но единовременно это сделать пока очень сложно. Заявления от граждан индивидуально они уже несут и в администрацию президента, и к нам, в кабинет министров. Мы все эти заявления будем отправлять вам на места, чтобы не было двойного учета. Подворительные цифры говорят о том, что ущерб нанесен на несколько десятков миллионов рублей. А может, мы даем и до сотни миллионов рублей. Это существенные деньги. Это существенные деньги. В связи с этим будет дано поручение правоохранительным органам за тем, чтобы они тщательно следили за качеством работы. Клеймо будут ставить наши строители свое личное за выполненные работы автора, чтобы он нам дал повод для того, чтобы его поощрить. Мы будем этому очень рады. С гарантией, чтобы все это было сделано. Расходы тяжким временем ложатся на бюджет, и они должны быть оправданы. Качеством выполненных работ. Это первое. Второе. Все заявления от граждан безусловно мы будем принимать и рассматривать, и всем по возможности окажем поддержку. Тут можно рассчитывать на мой резервный фонд, он для этого и предусмотрен. Насколько я понимаю, Владимир Владимирович, у нас скажем так, с небольшим опережением планов мы идем. Так я понимаю, да? Какие-то расходы мы, наверное, можем себе позволить, с учетом того, что речь идет о стихии. В сжатые сроки все это подготовить, насколько возможно. Я вопрос буду держать под контролем. Обрушился мост в Ходорском ущелье. Вы, наверное, в курсе. А кто-то выезжал на место? Я готов доложить. Да, давайте. Выезд на место показал следующее. Мост, который обследовался в 2018 году, который после тоннеля из-за подмыва опоры упал. Нам сейчас приступить к его восстановлению практически невозможно. Там нужна крупногабаритная техника, гусеничная. Она туда попасть никак не может. Там рядом в радиусе 8-13,5 километров есть три искусственных сооружения, которые по своему скелету прочные, но оснастка никуда не годится. Речь шла о том, что может быть приступить к их восстановлению. Но исследование дороги, которая к ним ведет, показало следующее, что 8 километров дороги предназначены могут быть после того, как мы эту дорогу восстановим для проезда машин типа УАЗа, таблеток. Большие машины военно там не проедут, поэтому для пограничников это условие неприемлемые. В связи с этим советы со специалистами показали следующее. нам нужно на этом этапе приобрести так называемый САРМ, средний армейский мост. Ближайшее место, где они изготавливаются, это город Таганрог. И для того, чтобы нам перекрыть упавший мост, нужно 32,5 метра САРМ. Средняя стоимость нового САРМа этого размера примерно 9 миллионов 200 тысяч рублей новый мост. Без доставки. Доставка тремя тралами это еще 300 тысяч рублей. Ну и выполнение работы. Это самый быстрый, самый удобный вариант. Он будет рабочим, по нему может проехать любая груженная техника, любая военная техника, другая. И мы склоняемся к тому, что именно таким образом поступить. естественно этих средств в бюджете нет. Будем изыскивать каким-то образом. А гидрология реки позволяет такой мост? Этот мост будет работать. Этот мост точно будет работать. Там что случилось? Если после каких-то первых поползновений этого моста убрали бы образовавшийся остров, который не позволял воде уходить равномерно по всему руслу, а начал бить в одну опору, которая и упала. И сарм, который мы установим по тому, как это положено делать, он будет стоять очень долго. Ну, с учетом того, что сегодня, грубо говоря, в КТ оказались российские и абхазские пограничники. Правильно, да? Эта проблема требует быстрейшего решения. Наверное, есть смысл переговорить с руководителем пограничного управления. На связи. Да, переговорить с руководителем пограничного управления. В случае необходимости я готов подключиться, связаться с пограничной службой, с Советом безопасности, с тем, чтобы эту проблему мы решили вместе. Мне есть смысл, такой специальный армейский мост может находиться на складах. Но вопрос надо поставить. Обратимся к нашим коллегам. Сергей Юрьевич, надо будет тоже подключиться, посмотреть, могут ли быть в этом ключе нам полезны или пограничная служба, или Министерство обороны Российской Федерации. На этом наше рабочее совещание. Я закрываю.